МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мошеннику ничего не стоит вас подставить. Сделать из вас вора, насильника, а может быть, даже убийцу. И все это ради того, чтобы почистить ваш кошелек. Недавно в сети я наткнулся на один пост некого Кирилла, который утверждает, что из-за девушки его обвинили в автоуголье, и он потерял 930 тысяч рублей. Кирилл больше на связь не выходил и постов не размещал. Но мало ли, с парнем что-то случилось, и я попросил ребят, чтобы они поподробнее изучили этот вопрос. Влад, привет, ты на громкой. Привет, Влад. Всем привет. Удалось что-то выяснить про этого Кирилла? Да пока ничего. Узнали его номер. Но толку от этого мало. Трубку Кирилл не снял, хотя гудки и идут. Ну так тоже бывает. Возможно, просто он не берет с незнакомых номеров. А вы напишите ему смс в мессенджер. Да уже писали, тоже тишина. Даша сейчас поехала по адресу прописки Кирилла. Может, на месте удастся узнать, что там к чему. Понял. Отлично. Держите меня в курсе. Давай, Влад, на связи. Они не супергерои, они обычные ребята. Просто они предпочитают действовать. Да ладно, что-то... Руки, брат. Отпусти девушку, быстро. Что нам надо? Да чтобы вы в тюрьму сели. Вячеслав Василевский. Боец. Шестикратный чемпион мира. Бесстрашный. Целеустремленный. Счастливый. Отлично. Дарья Рубинская. Журналист. Давайте договоримся. Нет, мы не договоримся. Дерзкая. Инициативная. Владимир Сарков. Бывший морпех. У вас был выбор, на чьей стороне быть. Вы его сделали, поэтому отдыхайте. Жесткий. Принципиальный. Вы паразиты, которые живут за счет людей. Мы объединились, чтобы вместе начать охоту на мошенников. Спасибо вам большое. Удачи вам. Охота началась. Штаб, прием. Я подъехала к дому, где живет Кирилл. Пойду в открытую, нам утаивать нечего. Добро. Давай, лобовая атака. Это то, что нам сейчас нужно. Пойдем? Открытую. Здравствуйте. Здравствуйте. А это для чего? А меня зовут Дарья Рубинская, я веду расследование, и я ищу Кирилла Валетова. Его нет. Простите, а где он? Он в Тюмени на заработках. А что он сделал? Я видела его пост в соцсетях и хотела бы узнать подробности того, как из него сделали преступника. Ну, я без него не буду ничего рассказывать. А, простите, вы кем ему приходитесь? Жена Светлана. Светлана, с вашим мужем произошла очень неприятная история, и она может повториться с другими людьми. Вы можете помочь мне остановить этих аферистов? Я не займу много времени, у меня просто несколько вопросов. Ладно, проходите. Спасибо. Ну, теперь понятно, почему мужик не уходит на связь. Работает? Ну да, и что-то мне подсказывает, что в Тюмень он погнал, чтобы побыстрее расплатиться с долгами. Вполне возможно. Мой муж только устроился на работу водителем к одному бизнесмену, к Борису Евгеньевичу, который занимается фермерским хозяйством. У меня есть визитка его, я сейчас вам ее дам. Давайте. А, вот, смотрите. Наверное, вашему мужу предложили неплохую зарплату? Да, предложили Кириллу 80 тысяч. И собственный автомобиль не нужен. Кирилл тут же согласился, дал документы на страховку, подписали договор и даже не успел первый день выйти на работу, как уже влип. А что именно произошло? У Кирилла была задача просто приехать в автосервис, оставить машину, погулять часок и забрать ее. И все. Но по дороге он услышал странные звуки, стоны из багажника. Естественно, он тут же остановился, открыл, а там девушка. Она была голая практически, и у нее мешок на голове. Она вся была связанная. Это просто был кошмар. А Кирилл освободил девушку, узнал, что ее зовут Юля. И он подумал, что от этой девушки в автосервисе хотели избавиться. Вот тебе и машина с сюрпризом. Слушай, но я вот никак не могу найти ферму, хозяином которой является человек с его инициалами. А может и нет на такого движения? Блин, я даже не удивлюсь. Девушка начала плакать и говорит, не убивайте меня. Кирилл объяснил, что он не собирается ее убивать, что он собирается позвонить в полицию. На что девушка сказала, не нужно звонить в полицию, отвезите меня к отцу. Она сказала, что папа раньше работал в органах. Ну, Кирилл поверил, он у меня такой не хотел. Просто они поехали к отцу. Отец поблагодарил Кирилла и сказал, что дальше сам разберется с обидчиками дочери. Сказал, что машину нужно оставить как улику и ни в коем случае не выходить на связь с Борисом Евгеньевичем. А на следующий день выяснилось, что все это был спектакль. Так как Кирилл не брал трубки, Борис Евгеньевич к нам приехал. И он очень был злой. Он возмущался, где его машина. И я думала, он просто нас прибьет. Но Кирилл ему все рассказал, на что Борис Евгеньевич сказал, поехали в тот дом, где эта девушка. Когда они приехали, оказалось, что в доме в этом никого нет. И он сдается посуточно. Да уж, неприятный поворот. Не то слово. Борис Евгеньевич объяснил моему мужу, что эта девушка, скорее всего, забралась в машину, когда машина была припаркована возле дома. И в нужный момент она дала о себе знать. Все это было сделано для того, чтобы угнать машину. А Кирилл теперь соучастник, получается, этого преступления. Но это с какого угла посмотреть? Но Борису Евгеньевичу было все равно. Он сказал, что позвонил в полицию, в страховую компанию. И что самое ужасное, что страховая компания выплатит только 70% за машину. А остальное должен заплатить Кирилл. Дайте угадаю. А в договоре было прописано, что Кирилл несет полную ответственность за машину? Да. И у Кирилла не было другого выхода. Он взял два кредита на 930 тысяч рублей. Я каждую ночь думаю об этом. И не понимаю, как такое с нами могло произойти. Просто. Ну, послушайте. Ваш муж поступил как порядочный мужчина. Но единственное, что нужно было сделать, это позвонить сразу в полицию. Потому что связанная девушка в багажнике, это же не шутки. Да, я с вами согласна. Но теперь уже какая разница? Знаете, у меня есть подозрение, что подстава – это не только история с девушкой, но и с Борисом Евгеньевичем. Что вы имеете в виду, я не поняла. Я имею в виду, что спектакль этот был специально разыгран, чтобы ваш муж заплатил за якобы утерянный автомобиль. Ничего себе мы, господи, даже и не подумали об этом. Скажите, у вас остался договор, который Кирилл подписывал с Борисом Евгеньевичем? Да, я сейчас посмотрю. Прекрасно. Ну, схема, в общем, ясна. Дать человеку на подпись соглашение о том, что он несет ответственность за машину, и потом вынудить отдать эту машину незнакомцам. И потом заставить работягу платить штраф. Кирилл совершил большую ошибку, что Лихор остался с машиной. Это да. Отлично, я сфотографирую, ладно? Да, конечно. А вы случайно не знаете офис Бориса Евгеньевича? Где находится? Ой, нет, я не знаю, где офис. Так, Даша прислала фотографию договора. До Бориса Евгеньевича была окно. О, данные машины. Надо проверить, находится ли машина в угоне, да или нет. Если нет, то наши подозрения подтвердятся. И надо пробить еще паспортные данные, ну и телефон бонусом. Ну, я думаю, машиной займется Феликс, паспортные данные пробью я. Ну, а за телефоном могу тебе сказать и так. Он зарегистрировал на жителя села Большие Галки Томской области. Спасибо вам большое. Понятно, левая симка. Угу. До свидания, Даня. Будем на связи, если что. Интересно, что при таком раскладе мошенник мог и не скидывать сим-карту. Он, девушка, думала, что начальник ему же вообще не при делах. Ну, давай проверим. Я наберу ему, если ответит, попрошусь на работу. Ну, давай, как вариант. Алло. Алло, здравствуйте. Меня Слава зовут. Я вот по объявлению звоню к вам. Хотел бы водителям устроиться. Уже не актуально. Ну, я могу сменщикам. У меня опыт хороший, желание. Вы точно не пожалеете? Нет. Водителя я уже нашел. Слушай, ну, либо на дно залегли, либо уже взяли кого-то в оборот, получается. Вполне возможно. Я пробил данные этого Бориса Евгеньевича. И что там? Он прописан в загородном доме. Надо сгонять туда, установить наблюдение, а вдруг там мужик появится, ну, или тачка его. Штаб, прием. Я уверена, что эта шайка продолжает кидать людей, и на одном Кирилле они точно не остановятся. Да уж, это наверняка. Мы установили адрес прописки Бориса Евгеньевича, это загородный дом. Установим там наблюдение, ну, и посмотрим, что к чему. Ну, раз зацепок больше нет, то встречаемся по адресу. Давай, на связи. Дядь Вить, поехали. СНТ, ***. Из-за девушки его обвинили в автоугольнике, и он потерял 930 тысяч рублей. Мой муж только устроился на работу водителем к одному бизнесмену, к Борису Евгеньевичу. Он услышал странные звуки, стоны из багажника. Открыл, а там девушка. Девушка сказала, не нужно звонить в полицию, отвезите меня к отцу. Отец сказал, что машину нужно оставить как улику. Спектакль этот был специально разыгран, чтобы ваш муж заплатил за якобы утерянный автомобиль. Я пробил данные этого Бориса Евгеньевича. А что там? Он прописан в загородном доме. Ребята, пришел ответ от Феликса. И что там? Машина, на которой работал Кирилл, в угоне не числится. Опачки. Ну, конечно, машину могли найти, но тогда по-хорошему Борис Евгеньевич должен был вернуть Кириллу деньги. Как ни крути, а Боря мошенник. Короче, план такой. Я поставлю скрытки в его доме. Так. А если дверь никто не откроет, поставлю скрытки на участке. И посмотрим, что будет. Давай, за домом все равно нужно помидеть. Конечно. Это очень важная атрибуна. Ты могу просто куртку наизнанку надеть. Ну, да, кстати. Ну, да. Добрый день. Здравствуйте. Специалист службы по отлову животных. Надо смотреть ваш дом на предмет наличия летучих мышей. Я тут не живу, я не знаю. А где хозяин? Его нет. Ну, вы не волнуйтесь, не беспокойтесь, я дом быстренько осмотрю. Тем более, что правлением СНТ за все уже заплачено. Ладно, проходите. А, спасибо. А вдруг это она изображала ту самую Юлю из багажника? Может быть. Я сейчас отправлю фотку этой девушки, Светлане. Ну, пусть выстит у Кирилла. А, не на чердаке? Ой, такие твари, вы знаете, что чердак, что первый этаж. Главное, тепло, уютно, темно и все отлично. Кстати, что у вас там? Там, да, кухня. Ну, кухня это такое место, теплое, сытное. Там же еда, правильно? Угу. Кстати, если перекрытие смотреть, у вас лестница имеется? Если честно, я не знаю, но я могу посмотреть. Секундочку. Пожалуйста. А в принципе, в принципе, не надо. Да, мы как-нибудь затронем эту тему позже. Да, перекрытие еще доползти надо. А у нас еще второй этаж нет. Пойдемте, посмотрим второй этаж. Да, конечно, пройдемте. Да. Да. Ага, значит, у вас тут, получается, два помещения, да? Да, да, вот, все верно. Вы правы. Угу. Отлично. Ну, а что-то с этого помещения мы начнем? Кстати, нет, там кабинет, туда нельзя, к сожалению, даже. Тогда сюда. Прошу прощения. Интересно, а почему туда нельзя заходить? Не знаю. Ну, как только что-то запрещают, сразу хочется нарушить. Ну, да. Обратите внимание, отверстие сквозное. Заметили? Да. Вот, а почему сквозное? Потому что вентиляционное. И вот там могут располагаться кто? Мыши. Конечно, конечно. Привет. Кита. Кита. Ой, прошу прощения, хозяин пришел. Да, проверка летучих мышей ищут. Кого? Ну, я его впустила в дом. Он сказал, что он в исправлении. Все, оплатил СНТ. Здравствуйте. Это что вообще такое? Кого впустила? А ну-ка, пошли. Ой-ой-ой, как не вовремя. Ага. Володя, там с тобой хозяин идет знакомиться. Не думаю, что эта встреча будет приятной. Как тебе кажется, это Борис Евгеньевич? Я надеюсь, но надо точно знать. Сейчас я отправлю фотки. Светлане пусть проверит. Ну, что я могу сказать по этому поводу? И здесь у вас тоже все чисто. Так, ты кто такой вообще? Я специалист по отлову животных. Каких животных? Каких животных у меня в кабинете искал? Разных. Сырогов? Удавов? Летучих мышей. Да ты вообще молчите, а кто спрашивает? Летучих мышей. Каких летучих мышей? Небольших, с крылышкой перепончатыми и ушками. Так, 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 так. Может, у меня там... Стоп, 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 без рук. Да что ты прицепился, а? Володь, я сейчас что-нибудь придумаю и отвлеку их. Смотри, какой, а? Комбанный лист. Я все сразу пойду. Карманы показываю. Смотри, смотри. Пусто? Пусто, да? Поверь сюда. Света молчит? Молчит пока. Видимо, не дозвонилась еще до Кирилла. Ладно. Пойду спасать Володю. Давай, ты сможешь. За девушкой его обвинили в автоугольник. И он потерял 930 тысяч рублей. Мой муж только устроился на работу водителем к одному бизнесмену, к Борису Евгеньевичу. Он услышал странные звуки, стоны из багажника. Открыл, а там девушка. Девушка сказала, не нужно звонить в полицию, отвезите меня к отцу. Отец сказал, что машину нужно оставить как улику. Спектакль этот был специально разыгран, чтобы ваш муж заплатил за якобы утерянный автомобиль. Я пробил данные этого Бориса Евгеньевича. И что там? Он прописан в загородном доме. Надо смотреть ваш дом на предмет наличия летущих мышей. Договорчик. Какие животные в кабинете искали? Разных. Володь, я сейчас что-нибудь придумаю и отвлеку их. Угощаю. Желаете? Батончик. Нет? Так. Больше ничего нет? Шутим, значит. Ну а что делать? Так, понятно. Что у нас там? Правление? Да. Сейчас узнаем, что там. Правление вашего СНТ оплатило все мои действия по осмотру вашего дома. Так, это что еще? С тачкой что-то? Да что происходит? Так, ну-ка, пошли со мной. Пошли, пошли. Нет-нет-нет, давай, без рук, без рук, без рук, я сам, своими ногами, конечно. Пока есть чем шевелить, давай. Есть чем шевелить и будет чем шевелить. Оптимист. Жизнь такая, приходится быть оптимистом. Так вот. Все, выходим, выходим. Я еще раз предупреждаю. Мышь за палец схватит, за мной по поселку будешь бегать. Не факт, что я вернусь. Так, здесь что? Ага, вот-вот. Вышли наконец-то, кидать сто лет не прошло. Вы меня из лужи облили. Не заметили, да? Какой лужи? Ты где лужи увидела? Да грязно же вон там все на дороге. И вообще водить умеете? Права купили, пози, да? Аккуратней водите. Люди вообще-то ходят. Пошла, давай отсюда. Пошла. Я и пошла. Я ненадолго забегала. Пошла, давай отсюда. Молодец. Классически меня вытащила. Фух, вытащили Володю. Что мне с тобой делать? Я на полчаса одного оставил. С тела кого-нибудь понятно вообще. Ну, хочешь, я извинюсь. Или можешь меня наказать. Ага. Ну, иди. Ну, знаешь, это вообще-то... Запрещенный пьем. Запретишь мне? Обязательно. Времени даром не теряет, я смотрю. Да. Спасибо. Этот хрен и есть Борис Евгеньевич. Кирилл его опознал. А девица? Нет, девица не его подельница. Там, кстати, на столе у Бориса Евгеньевича договорчик лежал. И в нем некий Игорь Валерьевич значится. Я так понимаю, что он у водителя себя берет? Да, я видел. Но в этом договоре данные той же тачки, что и у Кирилла. Ага. Гоняют машину по кругу. Но это не то авто, которое стоит возле дома. Ну, получается, у него две машины. Одна для работы, другая для жизни. А давайте переманим водителя. Вакансия освободится, славу туда устроим и войдем в схему. Ну, давайте попробуем. Как вариант. Алло. Алло, Игорь Валерьевич? Да. Здравствуйте, меня зовут Василиса Романова. Я хочу предложить вам работу водителя. Спасибо, но это больше не актуально. Ну, подождите, давайте поговорим с вами, встретимся. Я вам предложу хорошие деньги. И график удобный. Нет, я так не могу. Знаете, не хочу людей подводить. Ну, дайте мне шанс. Всего доброго. Не дал шанс. Не прокатило. Тогда план такой. Там в договоре было указано, где проживать Игорь Валерьевич. Я к нему подъеду и поговорю с ним. Отлично. Ну, что ж тут Игорь такой честный, правильный. Не, ну, в общем-то, он поступил порядочно. Ну, да. Но я его спасти, между прочим, хотела. Ну, он же не знал, что ты хочешь его спасти. Ну? Что ты спасатель. Я охотник. Ну, спасатель, но я охотник. Охотничий спасатель. База, прием. Я на месте. Пойду потолкую с мальчиком. Припомню его, чтобы он на работу не выходил. Ладно, попробуй. Ну что, начнем. Что там? Здравствуйте. А Игорь дома? Я его коллега по работе. Разговор есть. Что такое? Разговор не по телефону. Я лично решил зайти. Видел твой договор у Евгеньевича на столе. Так вот, ничего ты у него не получишь. Я у него уже третий месяц работаю. Ничего не получил. Серьезно? Угу. Завтраками кормить тебя будет? Машину будешь ремонтировать, как я. Ну, ты же договор подписывал. Вот, там все прописано. Так. Проходи. Ну, давай. Добрый вечер. Здравствуйте. Сообрази что-нибудь на стол. Там, под разговор. Куда-то, да? Теперь же утром на работу завтра. Вот и нет. Так что можно расслабиться. Ну, сделай что-нибудь. Слушай, а что ты решил-то мне помочь? Предупредить меня? Ну, сам подумай. Ты бы как поступил на моем месте? Наверное, так же. Я даже не знаю. Ну, знаешь, если бы все, как ты, помогали друг другу, я думаю, жилось бы гораздо легче всем. Спасибо. Слушай, не знаю. Ань, все нормально. Ну, вроде клюнул, а вроде и не отмечится. Есть идея. Не-не-не-не. Володь, слушай. Очисти чат и переименуй меня в шефа. Я сейчас тебе гадости буду всякие писать. Ты думаешь, что я... Чего? Сейчас поставлю аватарку, которая была у Ларисы Евгеньевича. Да ты... Стратегия. Да. Стратег выходит. Ну, да. Ты там не увлекайся, Слава. Подожди. Дай душу отвезти, а? А, ну вот, посмотри внимательно, что этот тупырь мне пишет. Вот, пожалуешься в полицию, я тебя урою. Не фигнайся. Угу. Слушай, а он мне сразу показался бандитом. Ну, это еще цветочки. Не так давно его ребята меня хорошенько побили. Да ладно? Да, за его жену. Она же у него красавица. Ну, я как-то посмотрел при шефе, так сказать, глазом повел. Он это заметил. Ну, результат. Эта, кстати, когда на работу? Завтра. Ой. Мне же ему надо написать. Слушай, ну, может, все-таки наберешь? Не, я дело не люблю, знаешь, что-нибудь еще не то ляпну. Ань, принеси планшет. Ну, теперь главное, чтобы Игорю не отзвонился Борис Евгеньевич. А то у Володи нашего спалят на раз. Да. Нравится? Ну, ты ж не забываешь, что я их за свои деньги покупала. Не нуди, а? Да кину я тебе сверху, не парься. Ужинают. Как думаешь, она его девушка? Ну, да, девушка. На один вечер. А. Ну. Я написал Борису Евгеньевичу, что если будет хоть какая-то работа водителем, я готов подключиться в любое время. Он прочитал, но не ответил. Ну, все, я сделал все, что мог. Дальнейшие действия за Борисом Евгеньевичем. Володь, ну, у нас все на мази, он звонит Славе. Отлично, еду к вам. Алло, добрый вечер. Алло, это Борис Евгеньевич. Вы мне писали по поводу работы. Да, да, Борис Евгеньевич. Вы у меня записаны, и я вам писал. А какие новости? Чем могу помочь? Ну, счастье ваше, у меня вакансия открылась. Нужен личный водитель. А я с удовольствием возьмусь. Ага, замечательно. Только мне сначала надо с тобой лично познакомиться. Завтра свободен? А, да. Скажите, куда подъехать? Я скину чуть позже место, время, где-то днем. Приготовь документы, пожалуйста. Там паспорт водительское. Для страховой нужно будет. А все, Борис Евгеньевич, спасибо вам. Завтра буду с документами. Ну, все, пока. Ну, все. Осталось пройти собеседование, и мы в схеме. О, я уверена, ты его пройдешь. Мой муж только устроился на работу водителем к одному бизнесмену, к Борису Евгеньевичу. Из-за девушки его обвинили в автоугоне. И он потерял 930 тысяч рублей. Он услышал странные звуки, стоны из багажника. Открыл, а там девушка. Отец сказал, что машину нужно оставить как улику. Я пробил данные от этого Бориса Евгеньевича. Он прописан в загородном доме. Надо смотреть ваш дом на предмет наличия летущих мышей. Договорчик. Там, кстати, на столе у Бориса Евгеньевича договорчик лежал. И в нем некий Игорь Валерьевич значится. Ничего ты у него не получишь. Я у него уже третий месяц работаю, ничего не получил. Ну, счастье ваше, у меня вакансия открылась. Я скину чуть позже место, время. Так, ну все, я готов к собеседованию. Удачи. Это Игорь. С утра поддал и уже названивает. Спрашивает, нет у меня работы. А ты что? Что я? Я ему скинул несколько вакансий, которые нашел в сети. Видимо, они подошли. Ну, он пока не протрезвяет, ему вряд ли что-то подойдет. Дайс Евгеньевич. Здрасте. Здрасте. Присаживайся. Спасибо. Ну, рассказывай. Ну, в общем, стаж у меня большой, 20 лет. Водителем у себя еще в селе работал, ну, маршрутку водил. Потом на повышение пошел, вот, в администрации местной трудился. Да, с детства. Да ты расслабься. Расслабься. Извините. Просто очень, очень нужна эта работа. Понятно. Извини, ответить надо. Конечно. Да. Ну, что значит, я денег не заплачу? Ты дурак, что ли? У нас же договор подписан с тобой. Что за бред? Что, бухнул, что ли? Ладно, я подумаю. Давай. Видимо, Игорь теперь названивает шефа. Хочет обратно к этому аферисту. Слушай, как бы он не испортил нам ничего, этот Игорек. А я сейчас все разрулю. Сейчас все будет. Ну, понятно. Да что такое? Да. Здравствуйте. Это Лариса, жена Игоря. Послушайте, простите его, пожалуйста. Он вам звонил, он перебрал вчера. Вы можете, пожалуйста, дать ему недельку? Он в себя придет, и все будет нормально. Вы что, блин, там, вдвоем, что ли, бухаете? Так, короче, передай ему, чтобы я его вообще не слышал больше никогда. Все. Теперь у Славы конкурентов нет. Что за люди, а? Я устроился на работу, дня не отработал, написал, не могу выйти. Сейчас названивают, бухают. Жена, блин, его тоже такая же звонит. Я не знаю, где их таких делают. Так, ну, давай, что ты там принес, показывай документы свои. Это что, все, значит, я принят, да? Ну, типа того. Супер. Вот, пожалуйста, документы. Фотографирую, отправлю в страховку. Да. Это что такое? Ну, паспорт, водительская, ну, копии. Ну, так-то бы оригинал, конечно, ну, ладно, забей. Будь на связи, и на завтра ничего не планируй. Есть, Брюс Сергеевич. Все. Я на связи, 24 на 7. Фу, Брюс Сергеевич, если бы знали, какой, как бы вы мне сделали подарок. Спасибо вам. Не благодарю. Будь здоров. Спасибо. Отлично. Теперь Слава официально вошел в схему. И у нас появилась шикарная возможность увидеть все изнутри. База, прием. На связи, Слав. Мы в деле. Да, ты отлично сработал, молодец. Ну, слушай, не скромничай, Даш. Без твоей помощи он бы не клюнул. Догадался, что жена звонила, да? Молодец, красавчик ты какой. Короче, ладно, подтягивайся к нам, нужно подготовиться к завтрашнему кеднику. Все, еду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Володь, это та же самая тачка, что была указана в договорах Игоря и Кирилла. Ага, и за рулем девушка. Наверняка та самая Юлия. Ладно, сейчас мы ее лицо получше рассмотрим. Я сфотографирую и отправлю это Светлане. Так, раздевайся, я сейчас приеду. Что, он перед работой расслабиться решил? Не думаю. У него уже встреча со Славой. Вот, лицо видно. Прекрасно. Ну, сейчас все узнаем. А что, не раздевайся до сих пор? Пить. Что ждем? Ах, пить. Ну, все, попила, давай раздевайся. Носки взял? Конечно. Еще и туда бахилки внутрь положил. Чтоб ты мне мозг не клевала, как в прошлый раз. Так теплая. Обижаешь. Верблюзья шерсть. В зоопарк сходил. Ты думаешь, почему зимой верблюда лысые? Всю шерсть на носки пообрезали. О, кстати. Ну? У меня есть свой мешок. Ой, я тебя умоляю. Ну, ты что издеваешься? Ну, откуда, блин, у меня такой мешок? Как ты всю ночь шила? Не выспалась из-за этого? Лучше по-другому поводу его издеваешь. В темном поедешь. Господи, женщина. Давай уже накрывай меня. Накрывай меня. Ну, сто процентов это подельница. Ну, не может быть по-другому. И Кирилл ее опознал. Это та самая Юля из багажника. Отлично. Теперь осталось только выйти на ее папашу. Угу. Холодрыга-то какая. О, я смотрю, коврик постелек. Тебе я его не отдам. Ну, давай, звезай, давай. Ну, давай. А? Скажи, а, детка. Ага. И что, потерпи, тут недалеко. Мужик специально связывает и пакует девушку возле своего дома. Ну, дабы не привлекать лишнего внимания. Потому что у многоэтажки такое не провернешь. Угу. Пошла, провожу их. Давай. Бурша, голая баба в багажнике. На что они не идут ради денег? Я на хвосте у парочки. Веду их. Принято. Слава, они уже на пути к ЖК. Девушку запаковали заранее. Ты как там? Уже хочется побыстрее этот спектакль увидеть. Ну, так у тебя билеты в первый ряд. Горachi. Горони. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Все, окей. Я на ставке. Давай. Борис Евгеньевич, здрасте. Городник приехал, молодец. Стараюсь. Так, ну что, пойдем в машину. Пишем документы. Договор. Пойдем сразу, надо лететь. Хорошо. Еще договор. Два экземпляра. Угу. Один твой. Так, сейчас подписать сразу, да? Да. Ага. Пожалуйста. Ага. Ну что, куда едем? Значит, нужно машину в сервисе догнать. Ага. Так, мотор оттянет запах в салон. Мастер у меня уже договорился. Куда ехать? Я локацию скину. Машину сделаю. Мне отзвонись. Так. Что все готово. Я тебе скажу, куда подъехать. Все, Борис Евгеньевич, можешь не беспокоиться. Все сделаю в лучшем виде. Надеюсь. Даже не переживайте. Удачи. Всего всего доброго. Слава, пожалуйста, будь осторожен. У тебя в багажнике девушка. Я помню. Ну давай, Слава, ты справишься. Я в тебя верю. Так. Это газ. Это тормоз. Ну что, поехали? Володя, мы отъезжаем. Давай. Удачи. Что за фигня? Ну вот и пленница заявила себе. Пошла жара. О, жесть. Е-мое, это что такое? Пожалуйста, не убивайте. Да я, я... Прошу, умоляю. Ты как тут оказался-то? Да я водитель просто, блин. Прошу. Прошу, не надо. Глазь. Глазь, давай в машину быстрее. Запрыгивай. Садись. На, грейся. Давай. Покинулся. Девица, конечно, поступает подлым. Разумеется, в этой ситуации поможет любой мужчина. Ну, как отказать девушке в беде? Особенно, когда она несчастная, милая жертва насилия. А в итоге она подставляет своих спасителей. Мразь. Прощай, печку сделаю. Согреешься. Ну, давай рассказывай, что с тобой случилось-то? Как ты оказалась в багажнике? Да я, я пошла на свидание с ним, а он, он начал приставать ко мне. И я ушла. А потом, ночью, я думала, все. Подожди, тебя как зовут? Юля. Юля, меня зовут Слава. Успокойся, ты со мной в безопасности. Давай сделаем так. Сейчас позвоним в полицию, расскажешь все. Не надо, не надо полицию, пожалуйста, не надо. Почему? Давайте отвезете меня к папе, он бывший работник органов, он поможет. Умоляю. Ну, поехали, куда ехать? Его накажут. Куда ехать, говори. СНТ-54. Окей. Давай. Давайте ему позвоним сначала, предупредим, что мы едем. Успокойся, Юля, все нормально, все нормально. Звони папе. Володь, мы едем на встречу с папой, так что скоро познакомимся с третьим участником мошеннической схемы. Принял. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что все, если бы не этот человек. Здравствуйте. Чего это? Да я, моя. Я просто на работу сам первый день устроился. Слышу что-то, короче, в тачке, какой-то стук, какие-то хрип. Думаю, что за фигня? Что ты сделал? Это Борис. Я пошла с ним на свидание, а он начал приставать. Дальше я со всеми разберусь. Машину оставь, это улика. Блин, ну она же рабочая, что я скажу-то? Я сказал, дальше я сам разберусь. Борису не звони, иначе замараешься. Я сам тебя так себе назову. О, ну ладно, хотя бы так. Браво, браво, очень натурально, правдоподобно, молодцы. Ну что, папаша, я сейчас тебе видео покажу очень интересное. Как твоя доченька сама ко мне в багажник заскочила. Хочешь глянуть? Ну что, блогера? Что он нужен вам? Да, видео посмотри хоть. Смотри. Ну? Это? Это ерунда какая-то. Попались в полицию. Не узнаешь, да, дочку свою? Лови ее. Что он нужен вам? Да чтобы вы в тюрьму сели, понял? Да что? Да то, что вы людей обманываете. А что, ты не догадываешься, что ли? Да? Ну да. Бам! Ух ты! Ой, что-то я переборщил. Мечок упал. А ты что, с воспалением легких хочешь еще себе перелом рюк? Ты живой? Где? Да пока еще на свободе. Но это ненадолго. Отпустите. Давай. Слушай, ну у тебя дочка же покаталась в багажнике. Давай ты запрыгивай. Чертачку попьем, да? Ну конечно. Сейчас, подожди только. Да, отпустите, не надо. Это шулика. Отпустите, не надо. Давай ручки. Ну давай. Вот так спокойнее будет. Давай, запрыгивай. Какой ты крупненький. Побольше дочки будет. Все. Все. Давай. Поехали? Да. Осталось только Бориса Евгеньевича взять. Так, а он уже вернулся домой. Отлично. Ребята, везите их к Боре домой. Скоро будем. Ну что, приехали? Выгружаемся. Да ладно, выходи. Всем добрый вечер. Да все уже. Добрый, Володя. Готовы? Конечно. Все, двигаем. Они, как пионеры, всегда готовы. Попустите нас. Что такое? Сейчас узнаю, что такое. Куда уйдете? Сейчас будет самое-самое интересное. Что, серьезно, что ли, парень? Конечно, серьезно. А ты думал, что мы с тобой шуточки будем шутить, что ли, а? Сразу объясняю. Бежать, драться бесполезно. Лучше спокойно дождаться полиции. Какой полиция? Вы вообще кто такие? Что за... Борюсик, ты что, не узнаешь, что ли? Стоять! Стоять! Ха, ты красавчик! Давай. Заходим, заходим, заходим. Хороший человек. Кто такие? А я тебе сейчас объясню, кто мы такие. Вся ваша поганая схема у нас зафиксирована. Здесь, в кругом камеры. И, кстати, водитель, твой водитель. Наш человек. Так что, Борюсик, я увольняюсь. Понял? Это пранк был. Это все было подставлено. Это пранк, насколько мы знаем, обошелся одному мужчине в 930 тысяч. Да мы вернемся, мы заплатим. Слышь, вы уж определитесь тут, вы что пребываетесь-то в воздухе? То пранк, то не пранк. Давайте поговорим нормально. Нормальное дело делается. Да? Согласен, вы правы. Нормально же общались, да? Договоримся же. Договоримся. Ну? Иди сюда, я тебе сейчас кое-что пришелся. Да хватит, отпусти ты его. Рот закрой. Вы паразиты, которые живут за счет людей. Ты понял меня? Нет. Пойдем в подвал. А как ваши мужики, вы что? Да парни, вы что? Да говоримся, парни. Плохо, да? Обморожение. Ну я за водичкой схожу. Какая же ты тупая, а? Так ничего не поняла. Не знаю, ты не можешь меня понять, женщина, как женщину. Я тебя, как женщину, понять не могу. Парни, выпустите, вы что? Потому что я не знаю ни одну нормальную женщину, которая, прикидываясь жертвой, так бесчеловечно кидает людей. Да отпустите нас, отпустите. Поздно. Одна из черт, которая отличает нас, людей, от животных, это то, что мы помогаем друг другу. Так что помогать нужно. Но если вы оказались в критической ситуации, не нужно грузить всю ответственность на себя. Обращайтесь в полицию. Убьете сразу двух зайцев. Ну, во-первых, у вас появляется шанс спасти человека и найти преступника. А во-вторых, если вы нарвались на мошенников, их схема тут же вскроется после звонка в полицию. И продолжения не будет. Вот как-то так. Ну и для полиции. Будет интересно посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин